Всем привет! Сегодняшняя тема нашего разговора Какая фирма-корма самая лучшая для попугаев, канарей и командин? На самом деле, очень часто у меня люди спрашивают, особенно когда я выезжаю к ним на дом или в принципе в Волсе ВКонтакте и в Телеграме и ответ, да, что вы сделали сами, честно Я смотрела многие фирмы кормов, которые у нас есть на российском рынке и всего два попадают под мои критерии, которые являются корм хорошим Я давно уже придерживаюсь мнения, что самая лучшая еда для птиц, да, что вы сделали сами Но это еще не все Я лично категорически против отношусь к кормлению птиц зерновыми смесями, как основной рацион За полгода, пока у меня живут, например, вот эти два жако, которые вы знаете Мы ушли от, я ем только зерно и яблоки, да, я не ем это зерно, что за гадость вы мне подсовываете Конечно же, те же канарейки М1 едят твердой пищи намного меньше, чем попугаи Но нужно понимать, что они тоже едят как бы ее Самое удачное, на мой взгляд, сочетание в питании попугаев Это 10% зерновой смеси, 50% пророчного зерна, то есть сорной травы Плюс основная диета 20% веток, это не значит, что их нужно ограничивать в потреблении веток 15% орехи и 5% остальные добавки То есть это у нас идут насекомые, сепия, камень, мыши Как ни странно, потому что попугаи у нас близкие родственники к хищным птицам Еще добавки идут водоросли, пыльца, которую можно тоже купить И различные креветки, все вот такое морское Проценты могут изменяться от вида к виду, но не кардинально То есть самое маленькое количество растительной пищи у нас потребляют волнистые попугаечки Потому что у них желудок приспособлен к тому, чтобы питаться более грубыми кормами Остальные все птицы у нас едят в таком соотношении Овощи, фрукты, ягоды даются без ограничения каждый день Если нет противопоказания к конкретному виду ягод или фруктов Для канарей КМ1 это 20% зерновая смесь 50% пророщенное зерно, 20% веток и 10% остальные добавки Также овощи, фрукты, насекомые, ягоды всегда в доступе Самый удобный для меня способ делать мешанки Это покупать зерно, например, на Авито, Вайберис или Азоне Так можно взять, например, за 3 тысячи 7-10 кг корма Зависит от состава покупки Конкретно для проращивания И вообще это очень большой спектр разных растений, которые вы можете туда намешать Это очень классная штука, потому что обычно в промышленных кормах Используются не те злаковые и в принципе растения, которые птице нужны Напоминаю, что хороший корм должен содержать минимум 15 позиций зерен И это не 60% овса, а остальное всякая ерунда А хорошие травы и обязательно сорные Например, вот в той мешанке, которую вы сейчас видите на видео Это у нас идет расторопши, морковь, пожитник, лен, горчица, люцерный рапс, кунжут, чечевица, клевер, амаранта, соя, сарго, маша, кенуа И, естественно, это не конечный результат Мы будем докупать корма, точнее, отдельные позиции и пополнять нашу мешанку Надеюсь, данное видео вам было интересно Всем спасибо и до встречи на канале Скольная жизнь